информация воздействия на человека создает у него определенную установку эту особенность человеческой психики используют манипуляторы при формировании общественного мнения способствует манипулированию и тот факт что люди чаще не склонны анализировать полученную ими информацию ведь гораздо проще принимать ее без вопросов здравствуйте в эфире программа речь фронт сегодня мы поговорим о том как эмоциональная окраска слова может выразить и отрицательную оценку называемого понятия речь пойдет о слове аннексия аннексия от латинского аннексус присоединенный это насильственное присоединение государством всего иностранного государства или чести его территории в одностороннем порядке по международному праву аннексия один из видов агрессии и в настоящее время влечет международно правовую ответственность в истории есть несколько громких примеров аннексии так грубо нарушила международное право германия по соглашению она признавала и обязывалась строго соблюдать независимость австрии а также признавала полную независимость польши и чехословакии после первой мировой войны тем не менее в 1938 году произошла аннексия австрии и захват судетской области чехословакии теперь это называют аннексии возьмем другой случай воссоединение фрг и гдр немецкая журналистка катрина рюнеке пишет что не было никакого воссоединения фрг и гдр на самом деле юридически гдр вошла в состав фрг причем решение это было принято парламентом восточной германии это не воссоединение двух равноправных государств писал вольфганг шойбли нынешний министр финансов это было аннексия экономическая и так было аннексия или нет зависит от политической ситуации в мире зависит от того выгодно ли использовать это слово тем или иным силам недавний пример информационная война против россии после крымского кризиса антироссийские настроения запада вылились в повсеместное использование термина аннексия применительно к воссоединению крыма с россией вновь смотрим на определение слова слова ребра гауза аннексия это отнятие захват принудительное присоединение односторонним путем части территории иностранного государства в результате войны иного насилия или угрозы в крыму не было ни войны ни насилия ни угрозы журналистка отмечает до 1954 года крым был автономной советской республикой сегодня на полуострове проживает 60 процентов русских 25 процентов украинцев и небольшая группа крымских татар основной язык русский решение перейти в состав россии население приняло на референдуме то что запад не признает этот референдум это проблема запада ведь крымские власти приглашали к себе международных наблюдателей почему они не приехали потому что тогда все разговоры о нелегитимности голосования были бы безосновательными даже живущие в крыму противники присоединения к россии признавали что большинство населения выступает за россию юридические аннексии крыма не было в информационной войне совершенно другие законы предупрежден значит вооружен встретимся с вами завтра в эфире была программа речь фронт